Всем привет дорогие друзья, с вами First One, а это очередной выпуск посвященный игре Crisis Contact. Итак, друзья, сегодня мы будем пытаться заработать как можно больше денег, потому что предыдущий ивент показал, что у нас недостаточно сильный боекомплект, нам нужно развивать авиаудары и надо бы все-таки подкачать маленько танк где-то между делом, ну и другие способности. Ну, мне еще нужно моим пулеметчиком прокачать снайперский огонь, ну прицельный огонь точнее, и нужно усилить орудийный огонь из танка. Ну, в общем, есть над чем работать, вот мы уже подали заявку на участие в операции, а пока наши войска идут до точки, можно как раз воспользоваться вот этой передышкой и заказать производство у себя на базе, чтобы не тратить зря время и не сидеть, просто глупо не смотреть в монитор, как войска идут из пункта А в пункт Б. Когда наши войска дотопают, вот там уже появилось сообщение о том, что можно отправиться в бой, вот только соберем рудники, все, выдвигаемся. Я, наверное, постараюсь уже, когда буду производить монтаж, обрезать все лишнее, убрать все ненужное и показывать в основном только бои, по минимуму сократив время загрузки. Итак, друзья, наш первый бой, 3-2-1, поехали. Так, вперед ставим пулеметчиков, против нас Павел, отлично, посмотрим, что может Павел. Так, давайте сразу танк наверх отправим, у него там все-таки только пулеметчики, пулеметчики не особо сильны против танка, он, кстати, еще и минометчика использует. Так, сейчас проверим, чьи пулеметчики мощнее. Так, сразу и не поймешь, у врага есть еще и Саламандра, но у него довольно веселый набор, у него чего только нету. И Саламандра тебе, и, пожалуйста, этот автомобиль есть, и танк. Все, что нужно, чтобы жить дружно. Так, ну, тем не менее, наш танк продавливает, неплохой огонь. А Саламандра, ну, она вроде хороша против пехоты, да только толку от нее врагу сейчас немного. Так, ну, этот отряд пулеметчиков я, наверное, мог бы уже и не выводить, у нас все хорошо, мы блокировали позиции врага, забираем награду, отправляемся дальше. Итак, следующий бой. Нам уже нашли противника, три, две, одна, поехали. Против нас Сергей Капустин. Так, давайте попробуем сразу на ранних этапах вывести танк, надеюсь, что его враги не подранят, а он сразу с самого начала будет участвовать в бою, будет вести огонь. Выводим сразу пехоту, чтобы она, ну, так сказать, не давала танку подставляться под удар. Он вот сбоку припеку и бьет неплохо. Враг использует авиаудар на наш танк, но авиаудар не особо мощный-то был. Выводим второй танк, хотя в этом уже не было особой необходимости, мы пока что неплохо доминируем. Так, враг выпускает элитные войска. Ну, паре танков, они ничего не сделают, просто закидываем неприятеля и... Так, смотрите-ка, у врага, оказывается, прокачан вот этот МП-разряд от РПГ. Ну, неплохо, конечно, только это его не спасает, не помогает. Доходим до флага врага и побеждаем. Двигаемся дальше. Итак, наш следующий город. Выставляем наши войска. Ищем противника. У нас, знаете, на этот раз такой сокращенный, как бы, видео без всего лишнего, все эти ожидания. Хотя вот сейчас ожидание соперника, но все равно я по минимуму время поиска все попытался вырезать. Итак, выставляем сразу десантников, выставляем штурмовиков. Враг пока еще никого не выводит на позиции. Ладно, давайте сразу тогда выведем и танк. Так, еще штурмовики. Ну, ладно, отправим второй танк, что он там маячит. Так, наш танк выдвигается вперед над кучей штурмовиков. Сейчас его закидают гранатами и РПГ. В общем, это было, наверное, упущение с нашей стороны. Выводить его так рано. Ну, или тогда следовало бы идти всеми войсками по одной стороне. Но, тем не менее, эта победа, наш враг даже, даже наш враг с этим согласен и сам признает свое поражение. Что ж, тогда отправляемся в следующий город. Так, отлично. Подобрали нам следующего соперника. Сейчас посмотрим, кто же это будет. Так, это какой-то безымянный парень. Хотя у него ник две скобочки. Ну, что ж, две скобочки. Мы сейчас с тобой сразимся. Так, враг выводит Саламандру. Посмотрим, поможет ли она ему. Нашему оппоненту в этом видео до этого никакая Саламандра не помогла. И вот у нас сейчас куча штурмовиков выходит против нее. Сейчас закидают ее гранатами, РПГ. Да, Саламандра тут нашему противнику нисколько не помогла. Долго не продержалась. И даже без всяких танков мы уже подходим к вражескому флагу. Да, легкая победа, как говорится. Но, видно, у врага послабше. Все-таки войска прокачаны. Дело тут нисколько не в тактике. Или в чем-то в этом роде. Так, ну и что ж, нам осталось взять последний город. Что ж, надеюсь, это будет наша последняя битва. Надеюсь, в этом бою мы все-таки победим. Сражаемся против какой-то Львиной Морды. Костя Гусев. Ну что ж, Костя, будем надеяться, что ты слаб. Так, враг довольно-таки поздно высадил свои войска. Дал нам какое-то время. Так, ну смотрите, они все в кучу собрались. И неплохо, неплохо отбивает наши атаки. Даже пока не ясно, кто победит. Так, он использует скат на наш танк. Так, попробуем обезопасить танк. Отправим все-таки штурмовиков наверх. Так, у нас есть второй танк. И у врага тоже выходит танк на поле боя. Так, похоже, нашему танку сейчас хана. Вот он успевает сделать один выстрел по вражеской технике. Получает один залп из вражеского танка. И все. Так, что получается? Ну, у нас и есть еще резервы. Так, отправляем пулеметчиков на низ. Так, отправляем танк. Пускай сражается против вражеского. Ну, и еще группа пулеметчиков у нас в резерве. Так, а у врага есть еще один запасной танк. Вот тоже невезуха. Он еще и авиаудар использует. И с РПГ нас закидывают. Слушайте, ну как-то нехорошо вышло. Да, нехорошо. Кстати, мы могли, да. Мы вполне могли выиграть этот бой. Просто я тут маленько поступил неправильно. Все-таки, я думаю, мы сейчас проиграем. Надо было выводить вот этот второй отряд пулеметчиков все-таки пораньше. А то он, получается, плелся за танком, а так бы он мог пойти вперед, если бы мы их высадили заранее, снести этих штурмовиков, которые использовали свои РПГ и гранаты. И тогда наш бы танк сейчас остался бы цел и бил бы вражеский из-за спины вот этих пулеметчиков. А так вышло совсем никудышно. Сами пулеметчики, конечно, танку ничего сделать не могут. Эх, ну вот здесь как раз то, что я называю тактическим поражением. Допустил ошибку и расплатился за нее. Здесь уже победила не сила какая-то прокачки войск, а именно проколы в тактике. Так что все-таки хотелось бы отметить, что кризис, игра именно где нужно подумать, взвесить свои решения и поступить правильно. Ну а мы пытаемся отыграться. Против нас на этот раз Артем. И у Артема есть два специалиста. Посмотрим, помогут ли они ему. Так, у Артема есть танк с комплектом. А у нас есть два танка без комплекта. Артем использует скат, а мы выводим на поле боя новых штурмовиков. Зато у нас два танка. Мы можем сейчас с двух орудий палить по врагу. Так, ну и в целом мы неплохо зажимаем нашего врага. Так, он выводит элитку, но она долго не проживет. У нее довольно слабый огонь. Все ее преимущество в том, что она может из-за спин своих... Из-за спин союзников довольно долго вести огонь по врагу на большие расстояния. А вот так выводить один на один ее в поле никакого смысла нет. Ну что ж, отлично. Мы маленько заработали. Можем потратить наши деньги и, наверное, отправиться зарабатывать дальше. Но я думаю, наши дальнейшие бои вы увидите все-таки в следующем выпуске. А я на этом закончу. С вами был 11.1. Если вам понравилось, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.